миллионы привет вы на канале мужики у плиты народ привет так категорически рад вас видеть нас на канале мужики у плиты сегодня я в одном из наших южных регионов нашей россии на море и не поверите ребята мои знакомые рыбаки порадовали меня сегодня вот таким вот уловом это скат морской код и мы сегодня будем с вами готовить ну а готовить мы будем все не целых два блюда во первых мы пожарим основные филейной части до плавниковые нашего ската и сделаем вот такой вот шикарную уху поехали с нами ну скат на попался не особо большой здесь около двух килограммов ну и начать мы должны с того что вот разобраться с этой слизью да почему потому что она нам будет мешать работать по его разделке в этом не поможет простая соль достаточно обильно солью смазываем шкурку и соль как абсорбент себя в себя соберет все что нам не нужно и нам останется просто-напросто его потом помыть вот таким образом от слизи мы все это освободили первое что мы ребят сделаем мы отсечем вот хвостик вместе с этим вот шипом почему потому что но достаточно травмоопасно эта конструкция да это мы сразу же в утиль ну и собственно начинаем заниматься разделкой нашего ската вот у него жабры вот собственно у него пузико ну и хвост значит изначально как в любую рыбы до принципиально важно нам это не запороть желчный пузырек поэтому очень аккуратно начинаем скрывать вот в этом месте скрываем аккуратненько брюшко и нас здесь еще ожидает такая конструкция как печень ската тоже очень очень ценный продукт а вот она обратите внимание сейчас тоже мы с ней будем делать очень вкусно что кудрюку так срезаем брюшинку это все у нас пойдет в нашу уху и теперь аккуратненько вот она вот у нас желчный пузырек мы это все удаляем все ребят теперь остальные все кишочки просто-напросто банально на выброс так удалили мы внутренности теперь оба следующим этапом ребят мы с головы обрезаем нос это у нас тоже кусок пошел на уху теперь по вот этим вот жабрам напрямую прорезали и вырезаем филешечку заходим вот под этот плавничок раз и раз так 1 нас филешечка сюда и таким же макаром аккуратно вырезаем голову по жабрам вот здесь вот и тоже под плавничок филешка 2 готова теперь просто-напросто банальненько отрезаем эту часть отрезаем эту часть и нам нужно будет срезать оставшиеся жабры почему потому что голова у нас как самая наваристая часть тоже пойдет на уху все вырезаем жабры так суповой набор мы в сторонку на уху давайте теперь разбираться с нашими филешками то что у нас пойдет жарится сейчас мы должны снять шкуру с этих кусков почему потому что с одной стороны вроде на и смотрится тогда визуально как мягенько но это конечно жестковато с ней будет нам дальнейшая готовка производится сложно поэтому отрезаем вот эту вот часть и острым ножичком подцепляем шкурку вот таким вот макаром подцепили шкурку и теперь аккуратненько вот так вот и я папа сдираем со всего пласта все теперь шкурку снимаем и с этой стороны и с этого кусочка поехали и так ребят у нас образовалась вот две таких филешки и теперь собственно мы начинаем их порционно нарезать под нашу жарку нарезаются они по скажем так хрящам до плавниковым вот он наш кусочек филе который сейчас пойдет на сковородку и то же самое мы делаем с нашей второй частью ну еще смотрите ребят с нашей печеночки убрал я желчный пузырек так что сейчас тоже мы с нее будем делать вот такую вкуснятину сейчас мы переходим к приготовлению ухи из ската значит у нас два с половиной литра воды мы сейчас их ее отправляем ну имеется ввиду казан на огонь чтобы она начала кипеть все воду на мангал и начинаем готовить наши составляющие ну собственно что у нас идет на ануку у нас идет классика это морковка 2 луковички это картошка и полстакана пшенки собственно сейчас как раз таки давайте и подготовим наши овощи картошку я резу режу достаточно крупно мельчить нам ее не надо у нас вот такая морская уха что касается лука ребят лук я вообще режу на две части почему потому что в процессе готовки мы занял из него заберем все наши соки и весь вкус но потом мы луковицу оттуда достанем она нам нужно не будет ну и с морковкой мы просто напросто и шинкуем на классические колечки все наши овощи в принципе готовы сейчас заканчиваем кипячение воды и продолжаем приготовление ухи вода закипела и давайте мы с вами отправим наши ингредиенты в кипяток так значит на этом этапе мы отправляем вариться картошку сюда ее сюда же наши коренья лук морковка и ребят опять же в этот самый момент мы засыпаем и пшено все здесь обратно на огонь и варим до готовности оба погнали наша картошка уже практически мягенькая и на этом этапе мы с вами весь наш суповой наборчик отправляем оба сюда чуть помешали хоп-хоп-хоп и обратно на огонь ребят 57 минут у нас до готовности время специй значит сюда идет лавровый лист сюда идет черный перец горошком я еще добавляю три штучки перца душистого и собственно ну пару ложек соли я использую соли дегейскую пироги потел ролик вот про нее здесь есть ну и соответственно все это мы сюда и чуть-чуть перемешали ребят осталось буквально пять минут для наши ухи переходим к рыбе соответственно сковородка на нее чуть-чуть постного маслица и разогреваем ставим на огонь так маслица у нас раскалилась и прям наши пилешки отправляем на сковородку мясо рыбы этой очень нежная поэтому буквально 57 минут с каждой стороны и готова на огонь так перевернули на другую сторону и на этом этапе адыгейская соль присолили наши кусочки не сильно все отправляем дальше на огонь заметили да рыба очень жирная да дает много вот этого сока но это и отлично ну что уха готова снимаем проба но единственно рот для того чтобы все-таки это было уха а они рыбный суп давайте-ка мы еще традиционные 50 грамм и нашу фруктовую головешечку разливаем погнали все рыбку на угле и доводим ее тоже буквально пять минут готов уже и скат оба сервируем и переходим дегустации ну что народ начинается самая вкусная часть нашего ролика у меня есть уже голодные стоят меня про буквально отпихивают от тарелок но уха со скатом я думаю давать сейчас будем угощать но и что касается собственно нашей рыбки жареной до с вашего позволения сейчас самый сытный кусочек ребят ну вот если честно нечего напоминает палтус она и по фактуре и по вкусу так что если в вашем регионе вводится такая рыба обязательно готовьте ловить этот рецепт мы с вами прощаюсь пока а